Доброе утро, дорогие друзья! Итак, четверг, недельной главы Пинхаса. Вы знаете, все больше и больше начинает распространяться новая эпидемия. Это означает только одно. Означает только одно, что мы с вами, и мир весь, не сделал выводы из первого вируса. Причина, по которой он пришел, была не устранена. И все это имеет непосредственное отношение и отвечает на многие вопросы именно наша глава. Если кто читал недельную главу, он знает, что Всевышний начал гневаться на еврейский народ. Причина была, написано, что народ стал распутничать с дочерями Моава. Но вот Пинхас возревновал за Всевышнего, освободил его от необходимости самому что-то делать и спас еврейский народ от уничтожения. Написано, что своим поступком Пинхас прекратил эпидемию, которая унесла 24 тысячи жизней уже на эту минуту. И сразу, когда закончится эта история, евреи опять там будет маленький бунт, погибли 14 тысячи 700 людей, Арон возьмет смесь благовоний, встанет между живыми и мертвыми и прекратится мором. Иными словами, Арон, как и Пинхас, защитил свой народ от продолжения эпидемии. Но, нигде не написано, что Арону это будет засчитано в веках, а Пинхас стал там в веках самым известным и знаменитым ревнителем. Возникает вопрос, а в чем разница между поступком Пинхаса и Арона? Почему Пинхас за свое деяние восславлен в веках, а Арон просто констатировали и все? И отвечают наши мудрецы, Арон добился прекращения эпидемии, воспользовавшись смесью благовоний, кеторет, которые воскуряли в мешкане. В наше время, тоже эпидемия, сейчас мы в разгаре такой, но у нас нет ни мешкана, ни крама. Поэтому кеторет не воскуряют. Исходя из этого, можно предположить, что метод Аарона сейчас неприменим. А вот ревность и возможность заступиться за нарушение явных человеческих и божеских законов, остается актуальной в наши дни. Поэтому и сказано, что он прославлен в веках. Ну, естественно, что Арон прославлен не меньше Пинхаса, но это так, но речь идет именно об эпидемиях. Когда была прошлая эпидемия, очень многие люди там молились, я знаю, миньяны были, читали о воскурениях, которые совершал Арон. И это помогло, скорее всего, и вот это начал отступать, этот первый коронавирус. Почему тогда вновь он взорвнулся на вытраченные позиции? Для того, чтобы Всевышний перестал гневаться, говорят наши мудрецы, необходимо исправить то, что вызывало его гнев в личном и в общественном. А для этого надо либо самим перестать гневить Творца, либо ждать, когда ревнитель придет и наведет порядок. Безусловно, первое предпочтительнее. Но скажите мне, пожалуйста, что-то устранено из тех вещей, которые творились и гневили Бога, описано это в наших книгах. Что-нибудь прекратилось? Несколько дней назад в Иерусалиме прошел так называемый парад гибности. Год как-то, я даже не знаю, как назвать это, голубые эти сборища. И что? И разве это вышли тысячи людей и прекратили это все? Нет. Скажите, пожалуйста, а вот на наших глазах сегодня пришло новое правительство Израиля, которое ставит целью, главная цель открыть магазины в шаббат и так далее и тому подобное. Может ли это не вызвать гнев хозяина мира, страна которого Израиль? Это и написано, страна Израиля, Иерусалим это город, на котором глаза его всегда написаны. Ну и вот царь дал нам свою страну, свой город и смотрит, как мы с этим управляемся. Но когда мы доходим до полного маразма, что он должен делать? Начинает изливаться написано его гнев, как изливался он тогда. И некому сейчас остановить его просто. В личном плане, если каждый из нас сейчас скажет, что да, я за это время исправил все, что было у меня неправильно, ну замечательно. Но много ли таких людей? В общественном плане это просто не сработало, потому что люди не пришли ни к каким выводам. То есть эпидемия продолжается потому, что не извлечены уроки. Не может быть на Земле такое, еще раз повторяю, в семьсотый раз. Даже Вторая мировая война шла на определенных странах, странах и континентах. Но не затронула весь абсолютный мир. Если что-то затрагивает весь абсолютный мир, это только был потоп, и вот сейчас эпидемия. Значит, это идет точно сверху. А если идет сверху, то лечиться надо не методами нижними, а верхними. Надо поднимать свои глаза наверх и пытаться понять, что именно я немедленно должен исправить, и что должен исправить мир. То, что я должен исправить, обязан делать я. А то, что должна исправляться в мире, ну мы все должны этим заниматься. Мы должны понять одну простую вещь. Не бывает. У каждого следствия есть причина. И вот следствие, то, что мы видим сейчас, причина в том, что мы разрушили мир, то, что мы внесли в него то, что Бог не просил. Нам надо вернуться к вере и исправлять ситуацию. Мы многого не понимаем. Но написали наши мудрецы потрясающие слова. Вера начинается там, где разум не способен понять причину. Потому что там, где есть понимание, нет необходимости в вере. У нас нет понимания того, что происходит сейчас в мире до конца. И поэтому нам нужна вера. Брахава от флаха. Всего самого лучшего.